Вы и ваша профессия для нас значима. Поверьте, вы очень и очень нужны жителям Анапы. Поздравляю вас с праздником. Желаю вам, чтобы те, кто сегодня трудится, с удовольствием шли на работу и с чувством исполненного долга с удовольствием возвращались домой. А тот, кто сегодня находится на заслуженном отдыхе, чтобы вас радовали ваши дети, внуки и самосознание того, что вы вложили в Анапу довольно серьезный вклад, за который мы вам по сей день благодарны, низкий вам поклон. Здоровья вам, всего самого-самого лучшего. Поздравления принимали врачи и медсестры, провизоры и фельдшеры скорой помощи, ветераны отрасли. Лучших из лучших удостоили грамот и благодарности главы города. В Анапе более двух тысяч медицинских работников. Профессия всегда остается востребованной. В поликлинику на работу приходят молодые специалисты. Некоторые перебираются в Анапу из других городов. Софья Краснова приехала из Армавира три года назад. Говорит, что здесь она сможет повысить квалификацию и научиться чему-то новому. Благородная профессия – помогать людям. Я сюда приехала ненадолго, привыкла к городу, понравился город. Решила остаться. Высоко оценивает уровень здравоохранения в Анапе и работники со стажем. Елена Львовна работает педиатром в санатории Анапа уже 20 лет. А ее общий стаж более 30. Для нее медицина не профессия, а призвание. Я благодарна судьбе, что в моей жизни так случилось, что я эту профессию умею. Я считаю, что в жизни моей профессии – это то, чего я хотела, чего добилась. Я счастлива, что я именно врач, и не просто врач, а именно педиатр. Педиатрия – это то, что… Мое призвание, наверное, не знаю. Но я люблю свою работу и всегда с удовольствием хожу не только на работу, но и общаюсь с маленькими пациентами и их родителями. Медицина в Анапе постоянно развивается. За прошедший год в нескольких подразделениях был проведен капитальный и косметические ремонты. Закупили новое оборудование. Отделение переливания крови буквально оснастили заново. Отремонтировали регистратуру в городской поликлинике. Построены новые кабинеты врачей общей практики в селах. А благодаря программе «Зимский доктор» в больнице и поликлинике только в прошлом году пришли 29 специалистов. В этом году их стало еще на 12 больше. Мы совершенствуемся, мы специализируем медицинскую помощь. То есть от простого осмотра терапевта, хирурга-травматолога мы переходим к узким специальностям. У нас узкие специальности выделены по легким, по почкам, роматологическим заболеваниям, гастроэнтерология. Я думаю, что пройдет не слишком много времени и перечень специальностей врачей, по которым мы оказываем помощь в нашей больнице, будет соответствовать перечню крови больниц. Кроме того, в планах построить офисы врача общей практики в усатовой балке и чеконе, расширить до 10-ти коек дневной стационар в станице Анапской. Это приблизит и сделает более доступную медицинскую помощь к сельским жителям.